Вопрос прост, как строка из песни Высоцкого Вопрос прост, как строк из песни Высоцкого Наша цель сделать так, чтобы Сиим Каллас ответил на вопросы, на которые не хочет отвечать. Это касается принадлежащих эстонскому государству денег, которые пропали из фонда Российского внешнеэкономбанка. Этой истории уже почти два десятка лет, и, как я считаю, Сиим Каллас, который занимал пост президента Банка Эстонии, был членом Кабинета министров и премьер-министром, как раз тот человек, который должен дать ответ о судьбе этих денег. Эффективность использования именно социальных сетей в интернете для того, чтобы скоординировать действия тех, кому небезразличны проблемы нашей страны, совсем недавно была продемонстрирована в ходе акции протеста, проведенной перед офисом партии «Реформ». Она прошла после того, как ее видные представители дали весьма странные ответы на вопросы о происхождении наличных денег, которые были внесены в партийную кассу. Тогда десятки незнакомых между собой людей по призыву, брошенному в интернете, пришли выразить недовольство лживой политикой, которую, с точки зрения собравшихся, ведет правящая в стране партия. Сейчас, по сути, создан новый мир, новый слой общественной жизни и роль интернета в этом мире очень велика. Мы можем влиять на происходящие в стране процессы благодаря ресурсам всемирной паутины. И за считанные секунды можно распространить информацию, которую политики не смогут уже скрыть. Можно скоординировать деятельность отдельных людей в единую гражданскую силу. И это то, с чем власть придержащим надо считаться. Последние акции, происходящие на фоне отдаления властных элит от народа, политологами уже называются зарождением в нашей стране настоящего, а не утвержденного сверху, гражданского общества. По их мнению, это и есть ярко выраженный общественный заказ на то, чтобы прекратилась безнаказанность руководителей страны за допущенные ими ошибки. А мнение жителей Эстонии спрашивалось бы чаще, чем раз в четыре года. Продолжение следует...